Приветствую вас. Социофобия является следствием неуверенности в себе и проблемы личных границ. По крайней мере, с психологической точки зрения, данная проблематика имеет такую эдемологию. И, в общем-то, ваш страх, социофобный страх, связан с тем, что вы боитесь себя не защитить. То есть, вы боитесь, в случае, если произойдёт какое-нибудь столкновение с, допустим, людьми, вы боитесь, что в этом случае, в этом смысле, вы себя не можете защитить. Вы боитесь, что ванной кто-то воспользуется, вас кто-то обидит, вас кто-то или кто-то заденет и так далее. И надо сказать, что эта проблема решается, эта проблема решается путём повышения уверенности в себе, и эта проблема решается путём работы с личными границами, эта проблема решается путём акцентирования внимания на том, что для вас важно, то есть, придания вашему жизненному пути смыслом, смыслом. И эта проблема решается путём разограничения ответственности. То есть, такое вот психологическое закаливание происходит в данном случае. Я полагаю, что речь можно вести именно об этом. Вот. А что касается, так сказать, степени социофобии, то здесь, конечно, ситуации могут быть разными. Причины социофобии могут лежать и не в психологической плоскости, не в психологической, а в медицинской и физиологической плоскости. Опять же, вы не пишите, как давно вас беспокоится социофобия, вы пишите, что не можете справиться сами с боязнью на улице. Ну вот, то есть, ну вот, в результате чего у вас это произошло, то есть, как давно у вас появилась социофобия, как давно вы начали испытывать, значит, проблемы, вот, ну, свои проблемы, да, вот, с поведением, с ощущениями на улице, вот. Что этому предшествовало, то есть, может быть, какой-то вот прошлый опыт тоже негативно влияет, вот. Либо какие-то впечатления у вас были, либо вас, либо вы испугались очень сильно, это было какое-то такое потрясение, потрясение эмоциональное, вот. Либо, ну, тут абсолютно разные есть моменты, абсолютно разные есть вещи, и со всеми ими можно и нужно работать, со всеми ими можно что-то делать, если у вас есть желание, конечно же. Вот. Поэтому, я думаю, что ответить вам можно примерно так. Все поправимо, главное, чтобы у вас было желание что-то делать, вот. Так что, я думаю, если вы, например, решите обратиться за помощью к психологу, то вам помогут обязательно. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Игорь Негода он